Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 26 марта и вечерняя традиционная сводка с фронтов. И сегодня я хочу провести на самом высоком глобальном уровне. Дело в том, что несколько дней назад идут одни и те же сообщения, которые говорят о том, что в ближайшие несколько недель главные события на фронтах войны на Украине развернутся на Донбассе. Буквально дня три или четыре назад в сумах моей родины была паника настоящая. Русские огромными силами наступают на город. Скорее всего, город ждет зачистка и быстрое уничтожение гарнизона. Сотни единиц бронетехники, танки, артиллерийские системы. Все это шло с запада по направлению на Сумы, но никакого штурма не было. Все эти колонны дальше уходили через Краснополе на территорию Российской Федерации и уходили на Юг, в район Харькова и далее за Харьков в район Изюма. И точно так же те силы, которые блокировали город Сумы на протяжении трех недель, в большей своей части снялись и ушли в том же направлении. И с сегодняшнего дня Сумы были полностью деблокированы. Не потому, что там было какое-то сражение. Просто огромное количество российских войск с этого направления было переброшено на юг. Причем это не те силы, которые принимают участие в боях в районе Изюма. Это те силы, которые должны развить тот успех, который был достигнут в данном районе последние несколько дней. Также создается мощная группировка в районе Харькова и я предполагаю, что одновременно с наступлением на Донбассе российское командование может предпринять тоже большую стратегическую операцию по окружению города Харькова и соответственно далее по его освобождению. Но это пока предположение. Но то, что большое сражение за Донбасс уже предопределено и начнется в ближайшие несколько дней, это очевидно. Огромные силы российских войск переброшены с других направлений и сейчас концентрируются, продолжают еще концентрироваться в районе города Изюм. Причем сегодня произошли кардинальные изменения и здесь. Вчера, собственно говоря, как я сказал, было закончено Изюмское сражение и украинские вооруженные силы сильно потрепанные откатились в район Барвенково и на границу Харьковской и Донецкой областей. Причем уже сегодня по ним же был нанесен мощный удар, в том числе оперативно-тактическими комплексами Искандер. И это говорит о том, что российские войска по данному направлению задумали серьезный прорыв обороны на большой ширине фронта и на большую глубину. И ровно та же ситуация, если мы внимательно посмотрим, на протяжении последних дней наблюдалось и на юге. Огромное количество войск перебрасывалось через Бердянский порт. А еще часть войск, которая принимала участие в наступлении на Кривой Рог и в районе Николаевской области, также сейчас перебрасывается и сосредотачивается в районе Южнее Запорожье. Очевидно, что наступление в район Одессы на сейчас отменяется и российские войска, в том числе даже сняли блокаду Николаева с северной части. И на сегодняшний момент блокада Николаева осуществляется только с востока и с юга. По городу носятся серьезные артиллерийские удары. Но в целом здесь никаких наступательных действий в ближайшее время ожидать не приходится, потому что главные стратегические резервы переброшены на восток, на Донбасс. Где народная милиция ДНР продолжает прогрызать оборону противника в районе Горловки, каждый день 2-3 км продвижения вперед. А сегодня вечером пришло сообщение о том, что в целом оборона ВСУ в Мариуполе рухнула, остатки гарнизона которого либо разбегаются, пытаются просочиться по частям сквозь довольно неплотные порядки народной милиции ДНР, российские вооруженные силы. Но в целом в основном их сегодня ловят. А те, кто выжил и не смог просочиться, концентрируются в районе Азовстали и прилегающей к ней промзоне. Которую, я так понимаю, завтра-послезавтра буквально будут закатывать в асфальт. Потому что там уже российские вооруженные силы и народную милицию ДНР ничего не сдерживают, мирного населения там нет и соответственно остатки мариупольского гарнизона будут там похоронены. То есть огонь мариупольского котла ВСУ переходит в свою последнюю стадию. И далее те силы, которые здесь у народной милиции ДНР освободятся, и у российских вооруженных сил, а это порядка 20 тысяч человек, тоже будут переброшены на север и примут участие в наступлении на Донбасс, ну и далее в освобождение остальной левобережной Украины, ну и потом со временем и правобережной. Причем на киевском направлении российские войска уже перешли к стратегической обороне. И в первую очередь, и мы это видели на протяжении предыдущих двух дней, они будут концентрировать свое внимание на зачистке тылов. На то, на что предыдущие несколько недель у них просто не доходили руки. То есть будет полностью взята под контроль большая часть Черниговской области и северная часть Сумской. А Черниговский гарнизон не исключено, что ждет судьба Мариуполя. Я очень надеюсь, что больших разрушений в городе уже не будет. Тем не менее, желание покончить с Черниговым у российского командования явно наблюдается. Сюда переброшены значительные силы, причем в том числе и силы специальных операций, благодаря содействию которых Черниговский гарнизон уже плотно зажат в городских кварталах и даже не пытается огрызаться. А местный мэр говорит о том, что город по сути приговорен повторить судьбу Мариуполя. Я очень надеюсь, что этого не произойдет и таких страшных боев как за Мариуполь все-таки за Чернигов не будет. Но Чернигов для российского команды действительно стратегически важный город, потому что это важнейший узел коммуникаций, который позволяет будет дальше спокойно держать в блокаде город Киев со стороны Броваров и со стороны Борисполя. И опять же, зачистка этой территории позволит дальше в будущем перейти уже спокойно к наступлению на остальной части Левобережной Украины, когда с Донбасской группировкой ВСУ будет покончено. Именно там должны развернуться в ближайшие несколько недель самые главные сражения. Вот это примерно то, что я могу сказать на сейчас. На 20.00 по Москве 26 марта 2022 года так выглядит оперативная обстановка и следующий мой выпуск выйдет уже завтра утром. На этом пока все и до свидания.